Здравствуйте, меня зовут Верна Махацкая. Я работаю в фонде независимого радиовещания. И моя должность называется продюсер. Но вот 4 года, есть еще такая переставка, я координирую проект, который называется университет, и который связан напрямую с студенческим радио, у нас здесь в России. И, подожди. А меня зовут Наталья Капелянская, и я разделяю в данном случае Верену работу по проекту, который называется университет, и который посвящен развитию партнерских студенческих радиостанций здесь, на территории России. Мы действительно 4-й год этим занимаемся, и я думала, какие же слова говорить. Вспомнила самый первый семинар, на который приехали первые студенты. Это было, ну да, 4 года тому назад. И мы занимались у нас в студии, был такой очень энергичный тренер, в общем, все кипело, какие-то там, они там всякие, у них были задания. А на полосе делала такая девушка, вот Sleeping Girl, и она спала почти все время. Я спросила, значит, у руководителя студенческого радио, я говорю, у кого привезли-то? Это что такое вообще происходит? Ну, что ли, что ли, просто стиль такой, она очень далантливая. В этот же день на семинаре девушка сделала, например, такую программу. У меня по всему полу падает песок. Я сначала удивлялась, откуда. А вдруг поняла, как раздавал московский снег. Я очень долго шла по голову в асфальт, потом забиралась на восьмой, а он все равно притащился следом и расставил после две комнаты. Потому что московский снег самый грязный и самый приличный. Вот так девочка делала еще разные программы, выкладывала их на свои подстанции. Продолжение следует... Я пьяная вышла с утра на балкон. В глаза у него вставились окна икон. Считаю, тенны на крышах грустя. Мои собутыльники бережно спят. Будить Беломоровых точно нельзя. Пускай отдохнут. А вот готов. А ваша, кстати, появилась... Я сюда, современный СУО, 7 лет в Казан. Кто их не ходит? Даже парня не служит. Даже их не дети боятся армии. А я вырос из народа. Это Алексей Бессонов, кандидат в город Думу Перми. Сегодня день выборов. Алексей Борисович, давайте первая запись. Давайте. Начинается 13 марта. Чего ждете? Я выиграю, это значит. Люди хотят ярких, мощных лидеров, которые бы говорили правду. Все это преступление... Бессонов идет на выборы в первый раз. Он волнуется. А вот сегодня с утра уже все сводятся, все страны сводят. Победы желаем. Постоянно, так сказать, и так далее. Я понимаю, что люди хотят ярких лидеров, патриотов, тушить лидеров. В общем, девочка работала и училась в Пермском государственном университете. А сейчас она работает на радио Эхо Перми. И ее последний репортаж, например, попал в номинацию, короткий список, так скажем, радиомами конкурса. Стал первым на одном из кругов уральском фестивале «Вместе радио». Девушка зовут Катя. Вы сегодня все увидите на сцене. Кеми-театр ревизионный, церемония закрытия. Девочка повзрослела. И это не значит, что не стало, конечно, молниеносной реакцией. Она по-прежнему иногда спит. Но, тем не менее, наши студенты взрослеют. И у нас есть еще масса примеров, когда ребята, начинающие со студенческого радио, работают уже на профессиональных станциях. Даша Данилова, например, работала в комьюнити радио в Германии. И сейчас работает на сети, когда делает студенческий проект. Даша, привет, она пришла. Настя и Катя, например, прошлогодние победители конкурса студенческих программ. А Даша два года назад была первая в конкурсе, работает в фонде независимого радиовещания. И в этом смысле студенческое радио, вообще как явление в России, нам кажется, за эти четыре года оно взрослеет. Оно как-то прорисовывается, прилетает какие-то такие зримые черты. Хотя очень много все равно каких-то проблем. Но все-таки история, ну мы в общей истории в этом смысле. И вот перед нами Эмми демонстрировала, конечно, высший белокаж в журналистике. Это такой вот высокий полет. Но очень многие журналисты в мире начинали именно со студенческих СМИ. А мы закрываем рабочую часть фестиваля вот такой историей, с которой действительно очень многое начинается в профессии журналист у нас здесь в России. И то, что оно взрослеет, мы знаем точно, потому что мы действительно работаем вот в этом университетском проекте. Она дальше вам сейчас немножко расскажет и покажет, как это выглядит на сайте, на наших ресурсах, на ресурсах самих религий. Я постараюсь, мне как можно меньше говорить сама и постараюсь как можно больше показать, собственно, что мы сделали, ну не скажу за 4 года, а можно за последний год. И, во-первых, я хочу сказать, что проект университет существует вот уже 4 года при поддержке фонда МОТО, за что им большое спасибо. И в этом году у нас еще также поддержали два фонда. Это фонд Прихоева Прохорова, который позволил нам также сделать некоторые эксперименты, которые еще пойдут позже. И фонд Прихоева Прохорова, который также нас поддержал. Значит, и я хотела бы для тех, кто вообще никогда не слышал про этот проект, сказать, что проект такой экспериментальный и понарастающий. Он направлен в первую очередь на создание сообщества. И я бы сказала, сообщества разного уровня. В первую очередь мы были заинтересованы, чтобы университет, который достаточно герметично структурил сама по себе и очень замкнут обычно на все дела, которые связаны с ним самим, посмотрел бы внимательно на городское пространство вокруг себя и на ту жизнь, которая происходит вокруг, и каким образом она влияет на университет, а университет влияет на внешнюю жизнь. Поэтому такой тип, то, что называется комьюнити радио, был нам изначально заложен. И каждый год, сначала было три радиостанции каждый год, начиная с 2008, 2007 года, извините, постепенно прибавлялись три обязательных партнера. Но по факту получается, что сейчас, поскольку проект уже достаточно самостоятельно шагает по стране, к нам присоединяются и сами университеты. Просто по своему желанию, и мы этому, откровенно говоря, очень рады. Потому что, например, помимо Абагнанского университета и Томского университета, которые мы пригласили в этом году, к нам самостоятельно присоединились радиостанции университета Калининграда, Челябинского государственного университета, не путать с Южноуральским, и Санкт-Петербурга. И нас стало достаточно много. Мы когда думали и планировали наш проект, мы думали, чтобы, ну, девять таких радиостанций, которые будут, это, правда, уровень сообщества второго круга, которые будут сами партнерствовать и образовать свое собственное сообщество, обмениваться программами. И нам, конечно, как и всегда, проектировщикам рисовалась некоторая картина идеального, и которая, конечно, проектировалась некоторой очевидной реальностью под названием «Сейси», дела, которые гораздо важнее системы приоритетов студентов, преподавателей, ректоров и так далее, и так далее. Однако, хочу сказать, что в этом году, поскольку некоторые университеты уже, получается, четвертый год, сейчас я покажу. Некоторые университеты стали сами обретать свое собственное лицо. И одно из таких приятных новостей было то, что наш очень хороший партнер, Саратовский государственный университет, занялся то, что называется, в одном слове, рейдингом. И поскольку университет носит имя великого Чернышевского, они решили себя сделать радиоуче. Это зародилось на нашем семинаре в Москве, когда собирались здесь, кстати, в Ижевске, Саратовского, Московского госуниверситета, которые сделали, как мне представляется, совершенно замечательный собственный, не только образ, но главное, что они начали действовать совершенно по-взрослому. Сами выбирают темы, сами следя за регулярностью этой передачи и сами понимая, насколько студенческое радио не может существовать, как и любое другое радио, только в стенах самого университета. Поэтому одновременно появились, радиоучеб появилось во всех социальных сетях, в ВКонтакте, в Фейсбуке и на фронтанции, да, на Ютьюбе, конечно. Вот, и нас, не знаю, слишком шанс послушать. Мы, наверное, можем посмотреть. Я хотела добавить, что в этом году мы решили, помимо того, что мы проводим семинары, которые приезжают ребята, и, конечно, они практически, прежде всего, то есть всегда итогом бывают такие выпуски, программы, слайдкасты. Вот нас, конечно, очень радует, мне кажется, сами ребята доставляют удовольствие, что они все овладели технологией производства мультимедийных каких-то, может быть, не так, а внушительно, да, как то, что мы видели, программ. И мы стали проводить семинары, в этом году первый раз попробовали, когда мы привозим ребят из разных городов в город, где университет, вот не в Москву, а вот в ту среду, где, в общем, они, это, может быть, не очень большой город, и где есть вот действительно вот это сообщество вокруг, где темы какие-то такие близкие, по-богу, к чему они могут высказаться. И мы сейчас, наверное, посмотрим, да, давайте лучше посмотрим, и послушаем, конечно, вот такой замечательный слайдкаст, который был сделан на том, из каких-то семинаров под руководством, как у профессионального фотографа, его зовут Иван Борько, он, наверное, все равно будет на зеремонии награждения, он любит всякие зеремонии, вот, а на семинаре, ребята, мы очень ливо делали слайдкаст, вот, и мы его посмотрим. Я просто хотела сказать, что важно, что, ну, происходит такая случая, как мне кажется, и я надеюсь, что вы поддерживаете потом отношения с какими-то интересными людьми в своем городе, которые становятся, ну, героями ваших программ, которые вам чего-то дают, и вы им, в данном случае вот это, вот, если, а, давай мы звук-то вроде так сделаем, сюда, в наушнике, то есть, вот, беру вопрос, ну, то есть, вот, например, такой человек, очень интересный в Саратове, который был директором тоже очень интересного музея, такого необычного дома-музея Павла Кузнецова, а самого человека зовут Игорь Сарокин, он сейчас вольный художник, у него есть общество вольных прогулок даже, которое он приглашал, ребят, вы уже были прогулки, Макс, вольные? Нет, еще, не зачет, все впереди, но давайте просто посмотрим, это была, в общем-то, история Игоря Гагарина, потому что мы понимали, что 50 лет назад он все-таки летал и вернулся, Я родился 12 апреля, я понимал, что я должен прийти в космос, я через 4 года после полета, в 65-м родился, все тогда называли Юрами, а меня назвали Игорем, к Юрику мы очень много раздельных, а к Игорю только одна, Игорь Шпидрин. Мы находимся вообще в уникальном месте, где впервые через вот этот виток вокруг Земли было сшито пространство, вот это глубинный промысел, на самом деле ничего случайного, настоящая мистика. Он здесь впервые поднялся в воздух, да, и сюда приземлился из космоса. Известно, что весной 1955-го года, влюбленный юночей Юрий Гагарин, в лёд по обрагу со своей небесой, случайно наступил на камень от осады. В тот самый момент он думал, как же я счастлив, как же я хочу полететь к этим звёздам. Не сразу, но мысли возбились. Вот такая есть легенда, про то, к чему мы никогда не писали первым смонарсом. В лёд по обраге эта легенда ходит. Есть такое предположение, что на скалу Гагарин когда-то, в очень-очень давние времена, было в общем капище, а не поклонник. Вы должны понимать, это легенда, да? Вот три старца, которые называли Ракстая, Тасаи и Тарасаи, они хранили священную боль. Каждый старец объявлял свой камень. Вот это камни желаний, выполняли любое желание человека, который на него вступил и зададал это желание. И эти камни хранялись и так далее. Вы потом понимаете, да? Сменились религии, времена. Эти камни были низвергнуты, но вместе с тем, они сохранили свою силу. Поскольку они были низвергнуты, неизвестно, где эти камни находятся, каждый человек, который идёт по обрагу, должен помнить, что он может случайно, думая о чём-то, наступить на этот камень, и тогда желание может исполниться. Нужно думать о хорошем. Если подумаешь о плохом, вдруг оно исполнится. Всё должно быть соткано в любые цветы, либо из воздуха. Идея состояла в том, чтобы создать такой парк, где за счёт разного уровня растений создать картинку, которая без космоса смотрелась, как вот такой полосатый экран, где Гагарин машет рукой и говорит, поехали. Я предлагаю обгрейдить этот проект неизвестного прекрасного автора и засевать Гагаринское поле, а может быть и большее пространство, твёрдое впечатление лица, чтобы это поле жило. Представьте себе, мы распахиваем именно трафаретно, таким образом, чтобы был Гагарин, был этот экран. Потом он весной начинает зеленеть, летом наливается золотом, потом на него становятся стернёй, снова башни и так далее. А хлеб, который собран, из него нужно делать муку и печь саратский калач, который, к сожалению, уже много лет не делается в Саратове. И с этим клачом встречается с космоса космонавтов и астронавтов. Здесь, в Бребовраге, проходит разлом земельных камней. Из этого разлома идёт веселящий газ, ратурный. Не всех прёт здесь. В общем, вот так вот всё по-возрослому. Ссылка рабочего данного Вашего ВКонтакте. Я не знаю, чего уж там побольше вы про разлом рассказали, хотите узнать больше. Хочешь сказать что-то? Я отобрал прикол. Надо сказать, что профессиональный фотограф Иван Буйко пересматривал слайдкаст потом в гостинице. Ребят, даже не знаете, раз в десять, наверное. И говорил, хорошо получилось. А вот там внизу были фотографии смешные, когда, поскольку это был выпуск, не открывается, да? Ребята делали такой вопрос, они предлагали с саратовцем придумать свои лого к 50-летию Гагарина. И, наверное, как бы это могло выглядеть, поскольку Гагарин стал товарным знаком, а вот его дочь зарегистрировала его имя, этот товарный знак. И они, значит, предлагали народу бы размышлять на что, на какие предметы этот товарный знак был как лёгко, хорошо и органично. Но были разные варианты, я скажу, были стиральные машины, потому что иллюминаторы тоже. Да, я хотела сказать, что, может быть, добавить, почему бы вы выбрали ещё героя, как Игорь Сорокин. Игорь очень точно такой представитель сообщества и работает сообществом в Саратове. Один из его прекрасных проектов, собственно, был связан с этим Глебом Аврадом, и он, как музейщик, как человек, близкий к современному искусству, работал… Глеб Аврад – это достаточно оригинальное место, и он как раз с помощью искусства там со всеми теми людьми, которые живут или проходят через Глеб Аврад, как-то задействовал и устраивал такими поэтические, я бы сказала, события. Поэтому это, на самом деле, мне кажется, с точки зрения соответствия города и университета, это отличный герой. Мне кажется, таким же моментом поэтическим событием стало его участие и сотрудничество со студенческим радио. Я хотела бы, может быть, Саша, попросить вот тебя сказать ваши ощущения от этой работы в Абакане, когда в Абакане, в Акадский государственный университет, там нет радиостанции, но есть отличные ребята-студенты, которые хотят, чтобы оно появилось, вот. Я сейчас ничего не буду говорить про руководство университета, это отдельная история. Это, кстати, серьезная проблема у нас в стране с этим делом. Не очень гибко оно почему-то подходит к некоторым вещам. Но, когда ребята из Владивостока, из Томска, да, приехали в Абакан, расстояние их маленькое в нашей стране, и попытались увидеть, что такое интересное в этом городе, сделать такой коллективный журнал. Он звучит как-то вот так, начало его, совсем капельку вам. Да, послушайте, качество, конечно, не очень. Но это... сейчас... Как бы не играет? Почему это не играет? А почему? Нет, я просто... Но... Ну, вот не хочет открыть. Саша, придется тебе за технику. Просто сказать, какое-то свое ощущение и что у тебя, ну, дал такой опыт, может быть? Очень травмо. Будут так. Дорогие, ведущие. Никита. Значит, это первый? Первый был, что вот такой скуп. Ну, как правильно. А, это был первый опыт. А вообще, насчет руководства... Ну, как раз... Я не про то, то, что, в принципе, они сейчас могут сами сделать открытие останцевой. Никита, у тебя работает? Да, работает. А, они же вчера собрались понять радиостанцию. Студент вместе с Китом Триллишем. Всех-всех. Так что, в принципе, не очень нужна поддержка. Прошли. 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 Так. Ну, что? Вопрос был о паре. Про что это было в итоге, когда ребята разные были? А, ну, разные ребята. Абакан – город маленький. Темы там находить было сложновато. Но их всегда искать сложно даже в больших городах. Мы в Москве очень не пробовали. Ну, в принципе, у нас это удалось найти. Есть такой туманной темы, как «День в земле» у нас был. Мы нашли, по-моему, если даже запустится, довольно интересный программ получился. И раскрытие того, что мы задумали из этого всего, получилось довольно интересно. И когда я ездил, мы писали на этот доскет, что мы хотим добиться. И я думаю, как раз эти пути раскрытия темы я и нашел там. И даже вот на «Свобода» будет дальше, там вторая самая проблема стояла. Будет ли дальше «Свобода» – это, конечно, вопрос. Свобода, она есть всегда. Вот, но это не играет. Если уж мы действительно потихоньку приближаемся к «Свободе», то, наверное, стоит сказать, что мы проводим в этом году третий конкурс студенческих программ. Вот. Два года назад темой конкурса была «Герой невидимого фронта». Это тоже было такое предложение поискать каких-то интересных людей в своих городах. Или, может быть, не обязательно в своем городе, а, может быть, куда-то дальше еще заглянуть. Потом была тема «Город за и город против». А в этом году мы решили расширить горизонты. И появилась тема «Свобода». Ну, может быть, потому что действительно в этом году много каких-то таких дат, которые вот навевают что-то такое свободное. Это, как я уже говорила, и в космос. 50 лет они какие-то круглые все. И там, сколько у нас? 200 лет обмен крепостного права. 150, пардон. И что-то там еще такое было. Да, вот в условиях мы это писали. Мы предлагали ребятам поразмышлять на эту тему. Она, конечно, широкая. И, может быть, в этом была сложность. Но, с другой стороны, оказалось, что было бы интересно поискать в этой широте какие-то свои неожиданные ракурсы и повороты. И мы получили 20 программ на конкурс. Немного меньше, чем в прошлом году. Но и срок был чуть поменьше. Это и сессия вот на самом деле. И поэтому я считаю, что это героизм, конечно. То, что ребята все-таки сделали. То есть они-то это делают не потому, что редакция велит, а потому, что они зачем-то это надо делать. Вот эта загадка, кстати, остается. Зачем они вообще все это делают? Что-то пишут на какую-то технику. Где-то ее царапывают. Сами монтируют как-то и быстро учатся всему. Просто ужас какой-то. И как звучит, мы просто вчера обсуждали весь этот короткий скисок со студентами. И было очень интересно. Мне очень понравилось. И ваши комментарии, ребята. И то вот это вот взрослое осмысление. Поэтому мы не будем слушать сейчас какие-то клипы из программы. Такой общий... Чтобы приблизительно представить, как звучит ваш конкурс, то лучше, чтобы... Как звучат ваши гости программ короткого списка. Наверное, это как-то так. Че-то вы вялые силы какие-то, да? Че, холодно, что ли? Поем или не поем? Холодно. Вот так. Хе-хе. А лучше мы стали. Смигу слышно? Что бы нам хватило — 2 километра в 195 метров по Телябинску в поиске у Славута надо изрядно потрудиться. Но смотрю, еще не вошла, манчевая, поэтому побежали. Для кого-то свобода в доступных путанах и полных карманов Для другого в выражении мыслей, свободе данных Но все может быть довольно просто Свобода то, чего нет у взрослых, тем самым и у детей Ибо воспитание ставит рамки объективно правильные Получается, что свобода только в выборе И когда он сделан, она будет С массивной дверью связывалась на карте задвижками Когда-то была камера Сейчас здесь экспозиция кабинета следователя Стол, два стула На столе личные вещи сотрудника МКВД И ксерокопии подлинных личных дел Я правильно схожу с ума Не платят жизнь, пройдет пустую Сейчас на пицце бы вина Вина хотела Все не холостываю Ну мы дураки Мы дураки Мы дураки Мы дураки Мы дураки Мы дураки Потому что Потому что Я дурак на верево Дурак Ну, вообще это да, мой выбор Можно так сказать Люди всю жизнь гонятся за чем-то Сначала нужно получить одно образование А потом второе, третье, десятое Встрет квартирный вопрос, финансовый Все время некогда А потом поздно Свобода, это когда нет рамок Когда типа загоняют в какие-то рамки В парковке, это, конечно, свобода Свобода перемещения, передвижения Свобода какого-то выбора Блин Свобода выбора есть Но только тогда, когда ты полностью несешь ответственность И не только потому, что ты совершеннолетний А когда ты ее полностью понимаешь Тогда ты волен умирать так, как тебе больше нравится Вот и все Ну, как-то так это звучит Ну, конечно, звучало по-разному Потому что вообще-то было 20 программ И разные предыдущие истории Но, я не знаю, может быть, кто-то Максим, может быть, ты скажешь Тяжело было вообще как-то ступить Эту историю Да? Скажи, пожалуйста, в чем тяжесть? Ставлю на салон Сделал программу Да, я Ставлю на свободе Последователь сделала программу Выборить тему было тяжело Во-первых, у нас была дискуссия по поводу темы То есть, как ее раскрывать И я перед тем, как что-то делать Мы послушали уже с данной работы И уровень был довольно высок И хотелось как-то отличиться Что-то сделать по-другому И наоборот Какие-то идеи Ну, интересно, как получилось А, Даня, у тебя Ну, вот когда ты думал, что так вот Размышлял с вами Как ты, ну, как ты искал вот этот вот В какой-то истории Почему ты тут решил сделать то, что ты сделал? Чем-то опасно? Ну, потому что я задумывал этот материал Еще до того, как появился конкурс С «Страна свободы» А, ну, это мы с вами же были тогда На вокзале, на «Саратовском нашем» Вот, ну там, с билетами меняли для Ивана Бойко Вот, и на этом вокзале Объявление от женщины, которая делает Там обычно насчет того, что «Будьте дитями, там, внимательно носите Потому что там комы, все дела» Вот, я как-то стоял так в очереди, слушал Там еще цыганка ходила То есть, вот эти, все эти вещи, там, строители наемные Так можно, да, строительные? Вот, и, в общем, ты так стоишь И я ощутил себя вот в каком-то таком уже будущем О котором пишут, где постоянно такие предупреждения Какие-то вот сплошные точки контроля или что-то такое Ну, не знаю, как-то это напугало немного Ну, не то, что напугало, а просто запало в голову А потом думалось на протяжении четырех месяцев с перерывами По полмесяца, так, ну, так, как бы вечером делать нечего Вот, а потом как-то все скрипалось, когда уже приспичило Да, вот, вместе с Ксюшей, потому что, как бы Я пробовал это после Ивана Бойко Он как-то показал, как делать слайдкасты Потому что сейчас это такая мультимедельная продукция Как бы семинар чему-то посвящен Мне очень хотелось попробовать этого Но, как бы, я оставляю все на себя Поэтому советы Ксении Лазарь и Третья курсница В ответке от меня, первого курсника Который, в принципе, ничего не понимает в этом Вот А так было очень интересно Интересно то, что я снимал все на два фотоаппарата Потому что сначала брал у Алены Бруновой, мы соведущих Вот Потом она на меня обиделась И я брал у Наташи Солей У нашего, как это сказать, верс... Ну, в общем, редактора нашего Вот А потом все это пытался совместить Кажется, как красавка была сам автор Ивана Бойко? Да, которую мы смотрели Они все вот с такими фотоаппаратами У них вот такие, они хипстеры У них вот такие там... Нет, нет, у нас обычно и портретный, и шеврогольник В первом варианте это не филологи Да, мы филологи В филологе есть такая... С вас уже с хипстерского факультета Логически хорошо Ну, давайте посмотрим Давайте 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 Почти каждое утро я слышу бюстеревну Хороший будильник, о котором мурашки похожи Словно сейчас небо рассекут истребители И начнется война Но это всего лишь тревога пожарной станции Этот звук уже привычен для обочин заводского района Это рассвет обычного дня в Саратове Все, что мы видим часто и за дня в день становится неестественным Как стало естественно, смерть человека Автомобиль насмерть сбил женщину рядом с остановкой С которой я отправляюсь в универ Как и сотня других людей по своим делам Я был очевидцем Толпа бросила здесь взгляд И продолжила ждать свой маршрут Самообладание, охладное крови Не в этом дело, просто это привычно Ничего нового Так же привычно, как и избитый мужчина Средь бела дня, мимо которого я проезжал на трамвай Трагедия своим родным вызывает страх А все остальное только любопытство Всюду предупреждения терроризма В автобусах, маршрутках, трамваях, трагедикусах Всюду знаки говорящие об опасности И люди, которые идут по своим делам В вокзал И очередная толпа людей Их обыскивает милиция Ищет взрывчатку Мне это застять не дали, запрещено Но я знаю Пускай ты выпускаешь через одну дверь На всех остальных Затки степями И это безопасность Что если нужно будет срочно подвинуть вокзал Будет давка в одну дверь Да еще и металлический голос женщины С колонок словно напевает на песню О том, что проявленная бдительность Это наша безопасность В монтаже стало фантастическим фильмом о будущем Где это все нужны химические угрозы и теракты Где пропускные пункты и обыскивания людей Где всюду замки и четкие пороги На Москва портал в Триде Каждую минуту весть о том, что где-то произошло землетрясение Пожар, ураган Унесены жизни сотни, тысячи людей Террористы взяли в заложники детей Или торговое судно Зарвали метро или вокзал Захватили самолет Пойман насильник Мальчик убил сесу, потому что там мешало смотреть телевизор Телепрограммы транслируют все больше насилия Потому что простая фраза Объединение вызывает интересы Наши подъезды защищены подовыми дверями Некоторые дома огораживают свой двор Может под опекой камер снижения и охраны скоро будут и улицы? Я студент Моя жизнь только начинается Я многое вижу, но еще больше не знаю Однако я могу предположить, что через десяток-другой лет Дети будут теперь отсадить Огороженную бетонную стену Колючая провода И мешок Где единственный вход Железная дверь Это наше будущее Ребята, короткий список Мы отдельно показываем только потому, что я не могла в клип включить этот слайдкаст Но я не могла в клип включить этот слайдкаст, чтобы не обижать автора Потому как все это вот назвучали Это назвучит, как мы послушали тут немножечко Ну, может, у кого-то есть какие-то комментарии к дебюту? Первокурсница Данилы Первокурсника Спасибо 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 Мне хотелось сказать отдельное спасибо Я вас вижу здесь Вы всегда оставляете спасибо вам И в университете На страничке И на констанции Комментарии Которые, мне кажется, очень ценными Очень трудные Профессиональные Я думаю, они помогают ребятам Потому что это вот очень важно для профессионалов Да Потому как журналистику преподают в университетах Они всегда очень хорошо участвуют Вот так Только к пятому курсу начинают И к четвертому репортаж делать А здесь вот Первый курс Кто-то есть? Может, вопросы или комментарии? Может быть, какие-то авторы, пожалуйста Есть небольшие комментарии На вокзала снимать можно А, нет Нет Разрешение у нас А знаете, вот Я пришел, в общем, туда И, в общем, набрал много историй даже И даже записал И пофоткал И я уже уходил там Я закрыл Двери с домками С цепями закрыты Я уже это все сделал И мне последний кадр Хотелось безумно Это сделать Сфоткать милиционеров На этом пропускном Где вот это все ходит Нет И вокзал весь нас тоже И я так аккуратненько Фотоаппарат уже поднял Он вот щелкнул Он не успел вылупать Меня заметили И я отвели за куток В общем А его там Мне рассказали Вы что-то не забрали Не забрали Нет Потому что Можно остановить Нет А попросили удалить Да Ну как бы я это подрушил Я сам такой Знаете Я видел на открытках вокзал Я сам хотел Сделать Вот И потом они начали говорить Ну покажи что-то снял И я думал Жалко что я на середине остановился Пришлось конечно Все эти удалить фотографии Вот Я вернулся Я фотографировал вокруг вокзала Вот Незаметно Убежал У нас просто была в Владивостоке История Когда девушки на острове Руссии Пытались снимать стройку Знаете там Кантес Грандиозное строительство Грандиозное строительство И туда же университет приводит А вот Вика Подтвердит Правда Вика Вика из Владивостока Просто там У нас там Немножко Я немного пришла И Просто А правильник Представил Начальник строительного Просто забрал Дорогущую Флэш-карту Уже у девчонки С аппаратом Но они как-то здорово выключились Потому что Они нарисовали все Что Все фотографии Которые он у них забрал Они их предпросили И потом Сама Мне кажется В сюжете Прямо свободно Как раз Вот это стоило бы Выгодно Что прости Деньги Ну Когда идет коментарий На вокзале Снимать нельзя И весь сюжет Про место По-моему Это даже стоило бы Выгодно Если все будет снято Этому газу будет действовать Если просто показали нам Саратовский образ Так Мы И вот так Говорили Дмитрий Ремарков Особенно Я была у нас для людей Которых Стерли Фотографии Замечательные Программы Для восстановления Такие вещи Если на эту флэшку Можно было Буквально Перед отъездом Сюда Так что Можно было Прийти после чего Простановить Да Здравствуйте Здравствуйте У меня вопрос Про тему Широкая тема Хорошо Или плохо Свободная Свободная Да Нет На самом деле Хорошо Подносить На самом деле Сама Так Давай Попробуем В этой Средизе И поэтому У нас была форма С содержанием Чуть Широкая тема Широкая тема Интересно Что прости Что это прочит Широкая тема Придрас сложнее Широкая тема Сложнее А вот нам кажется Наоборот Ну Интересно Само слово Свобода Потому что его Все понимают Все это по-разному Мне кажется еще важное ощущение Свободы Просто было интересно Как действительно молодые люди У нас воспринимают это И как они могут Как журналисты Да Придумать Как это может передать Через какие средства Какие истории могут найти И Ну На самом деле Были программы Да Вот у нас Я поверю Что скажу Тербурга Экзамен на сегодня И про протесты в гражданстве И мы с вами это все вчера обсуждали Значит Да и мы все равно ждали Немножко Ну Сказать Более однообразных Что ли Программы Да Казалось бы Можно делать Просвободную Внешнюю Внешнюю Свободу И так далее Ну Собственно На и так далее Начинается Самое сложное Но все равно У нас все получилось Вот И Может быть Настало время Выучить вам Горжественные дипломы И Артиналистов И Я думаю Можно сказать Что вам Дала работа Стали ли вы свободнее И в чем Мы не росли Такой свободой Работая Вообще Вообще Работая Как Свободные люди Потому Студенческие Студенческие Станции Это Абсолютно Свободные Станции Ну И Движения Автор Виктория Виктория Кашина Город Владивосток Аплодируйте 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 Программа Программа Аблодируйте Программа Аблодируйте Аблодируйте Это не вид спорта Это экстрим своего рода И Лично у меня Таким высокий Болевой порог Мне всегда Интересны эти люди Кто начинает бояться Не бояться Не бояться прыгать Не бояться боли И поэтому И сделают Ты веришь в том Что экстрим Это свобода Ты веришь Или у тебя изменилось мнение Как сделать программу Свобода Свобода Это или не свобода Я считаю Что у моего героя Есть страхи И может быть Тут и нет страха Но Он как раз выбрал Такой Чтобы с ними бороться Да Хорошо Спасибо Поздравляем тебя Это еще А программу Свобода Не выбирать Автор Никиты Это Кокасский университет Город Абакан Представляет Абакан Какому это Быть свободным от сессии В самый ее разгар Ну Очень хорошо Что не надо готовиться Пять дней Я открываю никаких книжек А когда у нас Семинарова пока не было Конечно Мы научились монтировать И Не надеяться На наше На наше управление Как бы В принципе В принципе У нас Нет Просто Самому все делать И Передачи Которые мы сделали Спасибо Как его усилить Сейчас Будем усилять И вещать А Хорошо У нас Свободная тема Свободное раскрытие Авторы Максима Лобоев И Марина Стадалаева У нас есть два диплома Выходите пожалуйста У вас А Марина Это Марина студент Марина не студент Да Марина работает Марина Работает Не все они Студенты Работают Марина первый выпускник Саратовского госуниверситета Специализация телевидения и радиовещания И С Мариной начналась Да Вот Она продолжилась Максимом и Ребятами Вот Здорово Что сейчас есть вот этот семинар Когда мы учились Его еще Совсем-совсем Не было Может быть на то в планах И сейчас Я работаю Не на телевидении На радио Работаю в интернете И вот этот семинар Мне помог Во-первых Вернуться вот Сюда Да В конкурс Фестиваль Вот семинар Вот у нас вчера Прошел мастер-класс Разбор В первую очередь Он Я все сейчас делала по-другому Что мы сделали С Максимом Вот И Это здорово Когда я Могу В чем-то себя Заново Научить В чем-то Посмотреть на себя С другой стороны И Вот Уже не будучи студентом Продолжать учиться Потрясающе Вот Два 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 И если честно сказать Что я вообще изначально Кроме как монтировать Почему не умел То Это очень здорово Да Когда мы в 2009 году приехали И мне сказали Восьмом Восьмом В девятом В девятом В девятом Мне сказали А ты кто-то форматируешь Нет, ты будешь делать все Ну Ну Как бы пошло Поехали Интересно Здорово 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 Что он Я вам скажу Настоящий Так А Пожалуйста Поздравляем Еще раз Дэши 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 В А А так программа по кличке святой автор дарина данилова и что что вообще вот это такое вот эта студенческая история и радио что там я тебе дала в профессиональном жизненном я вчера я писала для него учет о практике за все прошедшие пять лет я что-то написала что все что я сейчас делаю то что у меня не для работы а для души вечер и вот эти все программы огромные прорезей это все благодаря фонару и спасибо большое и я когда думал что надо как-то сделать интереснее программ я всегда вспоминаю ваш вопрос задать скажи пожалуйста ты же делаешь такие программы которые всему своей просто сказал мы интервью то для интервью тоже у тебя такой прекрасный да как с людьми разговаривать особенно и документальные программы которые мы называем фичерами которых очень мало на российских станциях а какого тебе с этим опытом из этого ну как сказать некоторые требования за у себя работает на такой станции вот я просто думаю о том что студенты вот с этим своими как бы историями и опытом потом профессионалами дали придут в редакции а там форматы а там редактора а там деньги а там рейтинги а там три минуты и не выходите на улицу взяла зима из интернета вот как есть в этом какой-то какой-то противоречие нет противоречия нет есть шанс на самом деле вот мы когда разговаривали с нашим мастером она рассказывала что она пришла чтобы учить новых людей новых радистов чтобы делать качественные радио вот я сейчас носите мы опять же делаем программу студенческую и взорит мы предложили буквально на днях редактору новый программ который будет в идеале будут вечера будут всякие прикольные штуки которые делаются сейчас мы сейчас только в студенческих предстанциях и так далее может быть если они согласятся да и мы что-то согласились может мы все-таки начнем что-то делать вот такое интересное радио еще я недавно тоже сделано так свершим пробовал какой-то слоево тоже печен подошел редактор сказал что не послушать дали допустим я не знаю послушал он или нет там прибавилось пара прослушивания ну вот сегодня пойду спрошу может быть может быть он скажет давайте хочешь сделать нам такие классные передачи музыки надеемся ну действительно надеюсь потому что то есть не все так безнадежно правда то есть можно стену бить головой занятия не хуже другие что называется поздравляем даже спасибо у нас нет ксении бачкова ее диплом поедет занять швецию с нашими ребятами и с региональными журналистами есть такая возможность тоже кстати пойдет на студенческую станцию это тоже ребята которые стали делать ради она к сожалению бы приехала мы ей передадим диплом программа называлась сиди дома если страшно гражданских активистов и наконец программа марафон за свободой автор анастасия годына это челябинск государственный университет город челябинск спасибо большое я хотела сказать прежде всего слова благодарности и вам за то что вы пригласили на такой прекрасный праздник и вообще что вы его каждый год организуете я впервые поэтому мне столько эмоций все очень здорово мне все очень понравилось что касается сложности раскрытия тему свободы именно потому что было сложно я отправилась собственно говоря в марафон и марафон 42 километра ну там сколько-то метров и он наверное будет продолжаться и будет постоянный поиск свободы и творчестве и конечно в чистоте замыкать вы же выпускница вы дипломство в этом году защищаете вы куда программу это делать хотите перестраивать то есть все что вы закончили историю со студенческим радио или вы хотите сотрудничать с ним продолжать как-то как эта история продолжает будет вашей жизни дальше ну если после окончания меня пригласят к преподаванию а может быть мастера или что-то такое то это будет продолжение истории со студенческим радио но в дальнейшем я все-таки хочу попасть на какое-то информационное радио где можно будет делать так же аналогичные как даже какие-то документальные программы но желаю вам очень-очень сильно желать вам успеха и будем очень сильно болеть за вас спасибо вам большое спасибо большое это почти все совсем все я все равно хотела сказать мы хотели вам последнюю такую историю показать у нас есть группа такой что ли да очень активный член нашего сообщества я имею в виду подстанционного такой замечательный фотограф и он подкастер знаете он стал подкастером для себя имеется в виду работать со звуком ну вот правда после того как он упал на подстанцию и он делает очень удивительные саунд так такие замечательные всегда нас поддерживает слушает и комментировал все программы которые присылали на студенческий конкурс просто так вот потому что ему было интересно и более того значит когда уже все прокомментировал он член жюри студенческого конкурса один из четырех я расскажу потом на церемонии кто еще член жюри и он все-таки еще записал сам просто дома он врач вообще-то Красного Креста и сейчас работает на Дэнте и он записал дома просто на камеру вот такое до Насти годынный и наверное для всех вот ребят какое-то такое просто видео такое обращение подкаст мне понравился поиск для свободы этот марафон действительно это бесконечный марафон и очень-очень трудно поймать это ощущение свободы и в целом конкурс по моему хорошо получился хотя задание видимо оказалось трудно для многих студентов но это все равно это очень хорошо брать высокую планку такую тему и вот в этом подкасте в дискуссиях я упомянул фильм профессий репортер и вообще-то замечательный фильм который появился в Москве очень скоро после его создания это было 75-76 год и сначала фильм был показан на Каннском фестивале и потом очень быстро его привезли собственно его привез сам Антониони в Москву Антониони вообще хотел снять фильм в Москве по разным причинам это не получилось о России так же как он делал фильм о Китае в то время и вот я совершенно случайно я был еще старшеклассник и это был мне конкурсный показ и в кинотеатре Юрий Луан в Москве в Бескутнику с своим приятем мы опоздали и даже еще не знали вообще кто что сделал этот фильм вот сразу-таки на зал когда мы вошли было жарко еще, душно летом и вот мы увидели вот этот большой-большой такой панорам Сахары и Джек Николсон пробирающийся к этим повстанцам и постепенно как-то фильм втянул нас и это было насколько необычно увидеть этот фильм в то время ну я не говорю уже контраст с многими нашими фильмами в основном так сказать мейнстрим советский но это было вообще как-то меня это честно говоря перевернуло потому что я не мог найти какие-то объяснения но вот это как-то осталось внутри меня это очень долго этот фильм я не хочу полностью рассказывать, комментировать просто хочу сказать что ребята не надо смотреть на 70-е годы как что-то совершенно уже такое сданным архив я думаю что это очень близкая история это очень близкая насыщенная самыми необычными событиями в искусстве и когда вы смотрите вперед посмотрите что было совсем недавно желаю вам успехов степи локер и сгорите спасибо спасибо аплодисменты аплодисменты аплодисменты